Рады представить самогранку, человека, которого вы уже хорошо знаете. Тренер из публичных выступов Сергей Стужук. Доброго ранка вам, спасибо, что вы с нами. Итак, продолжаем ту серию, тот цикл, который еще начали. Уже и Инна моя соведущая побывала, скажем так, в коле этих обсуждений сегодня. Говорим о страхе публичных выступлений. С чего стоит начать? И, наверное, начнем с того, почему прошлой неделе не было выпуска, скажем так, с вами. Я так понимаю, что у вас была встреча и были мастер-классы, которые вы посещали. Что это были за мастер-классы? Спасибо большое за вопрос. На самом деле, было все очень здорово, потому что был выезд в Киев, неодноразовый. И так получилось, что я повстречался с легендой бизнеса, легендой тренеров всего мира. Это Брайан Трейси. Буквально, может быть, еще держу тепло этой руки. Ну, грубо сказать, 200 миллионеров, которых он воспитал. Лично знаком президентов и всех богатых людей мира. Все вы поняли. Да, теперь мы знаем следующего претендента, который уже готов стать миллионером. Итак, мы говорим сегодня о страхе публичных выступлений. Как быть, как подготовиться и, конечно же, что нужно для того, чтобы не переживать, что перед вами будет аудитория. У нас, кстати, не просто так сегодня стулья в сторонке, мы стоим. У нас сразу такой мастер-класс. Да, друзья, ну что, следует сказать, что времени у нас мало, потом будем работать динамично. Я расскажу о главных приемах и почему это нужно сделать. И начнем прямо сейчас. Друзья, вам надо побороть страх. Зачастую это главная причина, почему люди не выступают. Они очень компетентные. Они разбираются во всех вопросах. Они знают, что сказать, но боятся. И чтобы не бояться, как дожить до того, чтобы выступить в конце концов, об этом и пойдет сегодня речь. И все очень просто. Первые три инструмента. Первый. Второй. Это валерьянка и другие успокоительные. И третье, это блокнот, в который вы будете записывать свои недостатки. Ну, на самом деле, действительно, я вот смотрю на самое большое, на самое высокое. Многие люди, часто слышишь фразу, что хряпнул и пошел. Так говорят многие и артисты и так далее. Как быть, на самом деле стоит или нет? Конечно же, нет. Дорогие друзья, это три инструмента, которые вы никогда не должны использовать для публичных выступлений. Потому что спиртное иногда вам и дает хороший результат. Но это будет только первое мне. Вы можете и бояться будете меньше, но качество вашего выступления заметно ухудшится. Потому что позже уже наступает вялость. Позже наступает какая-то неспособность. Самое главное, и спиртное, и успокоительное, они плохо влияют на скорость мозговой деятельности. Вы как раз получите то, чего боитесь. Вы получите вопросы, на которые вы не сможете ответить. Вы будете забывать тот материал, который вы хотели бы сказать. Вот. Поэтому не стоит этим пользоваться. Каждый раз вам будет хотеться этого. Помните о том, о чем я вам говорил. Блокнот. В блокноте есть такой вредный совет. Записывайте постоянно, что у вас плохо получилось. Помечайте это. И в будущем обязательно работайте над этим. Не надо этого делать. Тогда вы сосредоточьтесь не на своей цели, а вы сосредоточьтесь на своих неудачах. И вы будете сами туда загонять себя. Собственно, что же тогда делать. Еще вот как раз валерьянка у нас есть очень часто на личном опыте. Когда-то в Днепропетровске один из государственных, скажем так, городских мероприятий доводилось проводить. И один из выступающих просто так глотками, бросками эту валерьянку пил. Человек выступил. Да, все было круто. Но после того, как он зашел за сцену, он просто присел и уснул. До конца мероприятия, которое длилось 3 часа, человек просто спал. Его не могли разбудить. Вот так нервы. Валерьянка ничего хорошего не приведет. На самом деле яркое подтверждение. Вот примеры. Что же стоит делать все-таки? Я, кстати, в унисон вам скажу. Все-таки вы рассказали историю, когда человек заснул после выступления. Это не самое страшное. Страшнее, когда вы заснете перед выступлением. Или во время. Это тяжело, но мне кажется, возможно. Когда же страх самый большой на самом деле при выступлении? Когда вы подготавливаетесь, когда у вас выступать надо в ходе выступления, либо после. Как вы думаете? Не знаю, наверное, до. Самый большой страх в момент вашего прямо выступления. Грубо говоря, имеется ввиду, в миг перед выступлением и первые секунды этого страх зашкаливает. Человек может забыть все, что он хотел сказать. А у меня наоборот. Как-то я выхожу и мне уже легче. Уже все. А выступление уже пошло. Кстати, об этом мы сегодня и пойдем речь. Дорогие друзья, я дам вам сегодня пять инструментов, которые вам позволят без вот этих вот вещей не бояться публично выступать. Вы станете успешными, классными. То ли это бизнес, либо политика. Либо просто нужно будет выступать дома. Кто не хочет хорошо выступать? Кто хочет активно и ярко убеждать людей в своей правоте? У меня на курсе около двадцати пяти главных, основных инструментов, которые мы используем для того, чтобы человек не боялся. Сегодня у нас времени нету, я только пять. И первый из них, даже перед тем, как я назову первый, я хотел бы сказать, что они зачастую очень простые. Вам кажется, что это понятно, но почему-то люди именно этого не делают. Все ищут что-то такое сверхъестественное, что поможет. Они не ищут сверхъестественное, простое знают, но не исполняют. И что нужно сделать? Первое, самое простое, это физическая нагрузка. Вы выходите к выступающим, у вас ватные ноги, у вас комок в горле, у вас краснение, слезоотделение, все что угодно может быть. Иногда все это вместе в одном комплексе. Как этого не допустить? Цветочек я подвину немножечко. Да, а то он вместе с нами будет. Помогает мне выступать. Вот. Это как конь перед боем, у него повышенная моторика. Это наш адреналин. Это адреналин, который подарен нам природой, чтобы мы в минуты опасности максимально могли смобилизироваться. И дать хороший отпор, либо быстро убежать. Именно поэтому у нас все напряжено. Мы максимально на своих возможностях работаем, но нам сейчас это не надо. И чтобы убрать излишнее волнение, вам нужно дать пищу своему телу, дать пищу своим мышцам. Что это можно сделать? Абсолютно все. Вы можете поподтягиваться, вы можете по отжиматься, вы можете помахать руками, но главное сделать это так, чтобы этого не видели ваши зрители будущие. И закончить это упражнение нужно за 5 минут до выступления, чтобы вернуть свое дыхание. Как самый лучший инструмент, обычно люди стесняются, везде есть ступеньки. Пройдитесь по ступенькам, либо хорошо пройдитесь, ваша энергия уйдет излишней энергии. Потому что страх нам дает ту энергию, которая нам нужна. И выступление без страха – это плохое выступление. Если мы говорим второй инструмент, что это? Второй инструмент – это общение с аудиторией. Перед выступлением вы должны пообщаться с аудиторией. Почему? Мы зачастую гораздо хуже думаем об аудитории, чем она есть на самом деле. И простое общение, самая главная тема, не играет роль. Пообщайтесь с аудиторией, вы выступаете, я говорю, вы зашли первый, второй, третий, познакомьтесь, скажите, что вы выступаете, обменяйтесь визитками, чем занимается, какая причина прихода на ваше выступление, тренинг, я не знаю, все что угодно. Ваше выступление уже началось. Ваше выступление уже идет. И ваш пик страха, он здесь уходит. Потому что мы довольно-таки хорошо общаемся обычно тет-а-тет, и даже с незнакомыми людьми, и уже группа людей, даже наших знакомых, вызывают у нас какой-то панический страх. Поэтому общаемся с аудиторией перед выступлением. И вы поймете, это будут ваши хорошие люди, вы на них будете смотреть, и выступление ваше будет более качественным. Номер три. Три. Это необычно, я говорю, что люди будут ожидать, этого вы точно не ожидаете. Попросите помощи аудитории. Это вам секретный прием из оперативной работы. Дело в том, чтобы завербовать человека, нам кажется, нужно сделать для него что-то хорошее, и нам кажется, что человек нам благодарен. На самом деле, зачастую, это не так. Мы знаем, что иногда даже дружба портится после того, когда ты помог. Человек ожидает еще и еще помощи. Ну, вы ему и не даете. Ну, может, нет возможности, и тогда начинается вражда. И наоборот, вот этого вы, наверное, не сильно знаете. Мы привязываемся к людям, которым помогаем. Попросите аудиторию помочь вам. Вначале еще. То есть, на автомате опека уже работает хорошо. Они привязываются к вам. И вы видите, что вместе работаете. И это уже выступление не ваше перед ними, а совместное выступление. Как это? Что нужно помочь делать? Самые простые вещи. Вы же понимаете, нужна вам не помощь, мы все подготовили. Вам нужно уменьшить уровень страха. Попросите переставить стульчики. Попросите открыть форточку. Попросите начинуть какой-то баннер. Все что угодно. И чем больше людей будет участвовать в помощи вам, тем спокойнее вам будет чувствоваться. На подсознании ваш мозг будет работать туда, куда нужно. И это был третий прием. Четвертый прием тоже из спецслужб. Один из моих любимых. И называется он «Зайчики». Дело в том, что мы часто боимся выступать, потому что в зале, мы знаем, будут какие-то топ-менеджеры. Очень веские люди, которые знают толк. Они, возможно, к нам не так хорошо относятся. И нам нужно как-то отреагировать. Мы боимся, что они зададут нам какой-нибудь вопрос, на который мы не знаем ответа. Мы боимся, что они будут нас критиковать. И это произойдет прямо в зале. Поэтому этот прием для вас. Представляете всех людей еще заранее белыми зайчиками. Белыми пушистыми зайчиками. Но здесь очень важно в деталях это все сделать. Посмотрите, если у вас не хватает фантазии, просто забейте в ютубе, или в гугле, белые пушистые зайчики. Красивые и приятные. В деталях нужно представить. Они белые, пушистые, у них ножки, они усики. Ну, то есть, этот образ будет уже настраивать на какой-то оппозитив. Совершенно верно. И когда какой-нибудь из зайчиков будет вам мешать, вы его вызовете сюда и отшлепаете по его розовой попке. И все остальные зайчики будут что? В виде, что вы строгий, но справедливый. И пятый у нас остается, потому что по времени ограничено. Завершая, я хочу сказать, что есть в психологии двойная связь мозга и ваших действий. Когда нам грустно, мы грустим. Когда нам весело, мы улыбаемся. Но она и обратная связь. Поэтому, когда вы знаете что-то любите, вы делаете «Ессс», когда у вас классно. Вам миллион выиграли. Класс! Запомните это действие. И когда вы будете перед выступлением, сделайте это, как будто бы вам вручают Оскара, когда бы вы выиграли миллион. Вы выходите и говорите «Ессс! Здорово! Этот прием мне дал мой коллега Дмитрий Бузовский. Ему привет! Он из Николаева, но уверен, что он это увидит». Дорогие друзья, пять приемов и у вас будет все хорошо. Которые действительно вам помогут реализовать себя, скажем так, как спикеру. В следующий раз поговорим о том, как отвечать на вопросы, ответы на которые вы на самом деле не знаете или боитесь, что вам зададут именно этот вопрос. Вам спасибо большое за то, что сегодня к нам пришли в студию.